Девушки отдыхают На сегодняшний день состоялся субботник. Группа неравнодушных граждан вместе с депутатом законодательного собрания Алексеем Цивилевым произвели уборку территории Лиговского канала у железнодорожной станции «Дачная». Эта территория считается бесхозной и юридически сложной, поэтому здесь никто не убирает мусор. На данный момент помочь справиться с этой проблемой может только общественная инициатива. Сегодня был первый пробный субботник и я могу сказать, что наверное мы убрали не более 30%, потому что мусора здесь такие залежи, что вполне уже можно вызывать археологов, изучать культурный слой. И могу сказать, что зато мы увидели, что как раз здесь, когда территория подчистилась, когда здесь уже можно прогуляться, и по-другому заиграло все. И я уверен, что как раз здесь будущее как прогулочная зона для жителей нашего района. В мероприятии приняли участие 30 человек. После плодотворной работы участники акции могли угоститься пирожками и чаем. Природа границ не имеет, правильно, следовательно. Неважно какая территория, тем более мы здесь все выросли. Алексей Николаевич, спасибо, организовал все это. Сейчас здесь, дальше пойдем выше по течению, я надеюсь, подключатся к нам и другие депутаты подхватят это. Скажем так, сейчас оно может и бесхозное, а через месяц оказывается, что оно и имеет хозяева, и людям это интересно. Так что надо следить за природой, это самое ценное, что у нас есть. В субботнике приняли участие представители молодежного совета Кировского района. Находясь в нескольких километрах от Лиговского канала, ребята боролись с незаконной рекламой. Молодежный совет совместно с Алексеем Николаевичем Цивилевым принимают участие активно в этой акции. И чистим вместе с молодежным советом Ленинский проспект от незаконной рекламы. Вот уже вооружились оружием и готовы работать обликом нашего дорогого района. Молодежный совет проводит подобные акции на регулярной основе. Никогда не поздно сделать доброе дело и помочь любимому району стать еще лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова